Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Но все равно представление о русском костюме, о русских традициях, конечно же, в куколе используется. Про кукол можно рассказывать до бесконечности. Это такой богатый источник знаний, энергии, умений, что здесь нету конечной точки. У меня небольшая коллекция собрана куклы на данный момент, которую я хочу представить. Но здесь показаны абсолютно все виды кукол. Прежде всего, игровая кукла, которая предназначалась для того, чтобы дети могли играть. Кукла обережная, которая оберегала человека, и кукла обрядовая, которая сопровождала человека всю жизнь. Это праздники, это сбор урожая, это какие-то магические заклинания и так далее. Ну вот как пример, если взять центральный вариант этого представления, здесь показана семья. Будущая семья, наверху показаны молодые, называются неразлучники, которые всегда находятся вместе. В будущем, если у неразлучников появятся дети, вот эта основа ручная, она раздвигается, туда будут появляться их детишки. Ну, внизу, собственно говоря, это кукла, кукла женщина-мужчина. Здесь у меня показан костюм традиционный русский. Рубаха пышатая, сарафан. У мужчины порты назывались, рубаха, обязательно кепка на голове и сапоги. Здесь более современный вариант, уже кукла традиционная. В принципе, ее можно пока в стороночку убрать. Ну и в колыбельке ребенок, который называется пеленашка, которого изготавливала мама, которая ожидала ребенка для того, чтобы благополучно прошли роды. И потом, когда ребеночек родился, эту куколку клали обязательно в колыбельку, чтобы куколка ребенка оберегала. Если мы возьмем куклу-боготуха, хорошее благосостояние семьи. Внутри находятся зернышки и, допустим, какая-то монетка. У нас маленькая, малюсенькая куколка на счастье с сапожками, которые надевались на куколку. И, конечно же, главный символ этой куклы – это огромная длинная коса. Косы делали, чтобы они обязательно касались земли. Косы иногда закручивали. Куколка называется на счастье, я, наверное, не сказала. Ну и главная ценность в волосах, потому что волосы в русских традициях имели огромное значение, магическое значение. Она должна обязательно прикасаться с землей, чтобы связь неразрывно происходила с землей. И счастье, конечно, человеку приносит вот это вот единение человека с природой, с землей. Потому что это была абсолютно неразрывная часть. Такая же куколка, которая называется подорожница, она буквально в ладошку должна входить. Человек, который уходил в дальний путь, особенно мужчина, дарили эту куколку, чтобы обязательно человек вернулся к себе домой. А есть у вас кукла-невеста здесь? А есть и кукла-невеста. У неё своя особенность, у этой куклы она, наверное, единственная, которая не имеет рук. Потому что, опять-таки, в старину раньше считалось, что она пока ещё не хозяйка дома. Вот замуж выйдешь, тогда руки твои будут годны для любой работы. И особенностью у неё было именно вот семь вот этих красивых воротничков. И когда девушка делала эту куклу, или когда ей дарили эту куклу, каждый воротничок, она загадывала себе желание, чтобы у неё такой был муж. Работящий, любящий, ловкий, сильный, смелый, мужественный. Посмотрите, сколько включено, опять-таки, сакральных таких вот особенностей нашей русской старины. А здесь кукла-десятиручка. Но десятиручка, это понятно, чтобы женщина умудряла в своём огромном хозяйстве всё успевать. Две руки иногда действительно не хватало. Нам иногда не только времени хватает, а не хватает объять необъятного. Для этого тебе, не для того, чтобы ты трубилась много, а чтобы действительно так распределяла рационально своё время, чтобы всё успевала делать. Конечно же, то, что сейчас мы можем сделать и из ниток, это мы можем сделать и шпагат, и из какой-то верёвки. Раньше делалось всё из травы. Эти куклы, они были и обрядовые, и игровые, и обережные. И поэтому второй курс я показываю только чисто ниточной, на основе нитки. Ну и большую роль в русских традициях играла игровая кукла, которая, конечно же, делалась для игры детей. Куклы эти незамысловатые. Они выполняются буквально некоторые в один-два приёма, потому что надо было ребёнка отвлечь. Брали травку, скручивали, получалась куколка. Либо попадалось какой-то кусочек ткани, то же самое крутили, чтобы ребёнок мог играть. Первые вообще куклы были из золы сделаны, потому что не было более такого подходящего подручного материала. И так называли зольные куклы. И золу можно сделать куклу? Золу разводили в воде. Это была как бы имитация глины. Склеивали, и получалась куколка. То есть главную задачу, функцию куклы выполняла. Она представляла из себя образ либо человека. А мы должны обратить внимание, что когда мы говорим про куклу, мы имеем в виду не только куклу человека подобное, и птицы, и животные. Но из животных изображали в основном птиц, зайчиков, те, которые детям более были близки. Поэтому здесь я хочу ещё раз обратить внимание, что когда мы говорим про куклу, даже обращу внимание, посмотрите, наши символы Солнца и наш символ Звезды тоже в традициях называлась кукла. А символ Солнца, символ Солнца, это Око Глаза кукла называлась, и символ Звезды Рифлеемской, которые уже в христианской религии на калиду ходили, калидовщики, тоже, как ни странно, здесь куклообразного ничего нет, но тоже в какой-то степени это тоже считалось куклой. А вот у вас здесь какие игровые? Теперь давайте посмотрим, что из этих кукл. Здесь игровые куклы, но прежде всего вот эти чудесные зайчики. То есть я сказала, что из птиц и животных это, конечно же, зайчик умиленный и образ, который присутствовал во всех русских народных сказках. Зайчики были совершенно разные. Данные зайчики у нас, это зайчики, которые ребёнок мог надеть на пальчик и играть с ним. Зайчик на пальчик так называется, да? Да, зайчик на пальчик так и называется. Другие зайчики делались на основе узелка из прямоугольного лоскоточка ткани, но платочков раньше не было, но рвали платочков. Мы сейчас можем из платочков, в любой ситуации жизненной, будь в поезде, будь в электричке, в очереди в какой-то, ребёнок закопередничал, даже нет платочка, у нас всегда есть бумажные салфетки. Свернули на скорую руку, умеем формировать образ игрушки. Ребёнку уже сам процесс отвлекает, а когда он что-то получает, конечно же, это уже становится нам. Да, и когда ещё можно учиться сам. Это очень интересно. Тут же вот у нас куколка, называется кулёма Матрёна. Ну, расчудесная куколка. Тоже, посмотрите, сделана, понятно, из платка. Если берём большой головной платок, для женщины получается большая кулёма. А можете поднять, показать? Делается, посмотрите, сколько узелков. Ручки раз, два узелок, и третий узелок на даре. А внутри она пустая. На основе трёх узелков у нас получается вот такая куколка. То есть пустая внутри, получается? А внутри нет. Если она большая, конечно же, чтобы она всё-таки имела какую-то основу, там ветошь есть. А вот маленькая куколка кулёма Матрёна, она уже ничего не имеет, она сама может держать свою форму. Но у неё особенность такая, про которую мы проговорим уже с вами. На встрече. И кулёма Матрёна у нас есть, пожалуйста, пасхальная. Ой, покажите, пожалуйста, нам. Я хочу сразу ответить, что... Я говорила про особенности. Да, вот вовнутрь можно спрятать. Если пасхальная, конечно же, клали. Да, я хочу сразу нашим участникам их пригласить. У нас будет встреча с Ольгой Анатольевной для всех желающих, бесплатной совершенно. Вы сможете своими руками создать вот такую замечательную праздничную кулёму Матрёну. И обычную, и пасхальную. И вы смотрите, опять-таки, куколка одна. Одна предназначена для игры, другая предназначена уже для пряда пасхального. Да, и в неё можно что-то положить, да? Да. Можно мне какой-то подарок пасхальный положить. Кукла в образе человека. Это и кукла-бессонница, которую клали ребёнку в колыбельку, чтобы он хорошо засыпал. В чём здесь ценность этих кукол? Современные дети наши не умеют хорошо работать с узлами, по причине того, что у них и на одежде, и в обуви присутствуют, и молнии, и липучки. То есть, ребёнок нет возможности работать с узелками. Поэтому, когда он идёт в школу, и надо кеды или кроссовки завязать на узел, он не умеет этого делать. Наша кукла, конечно, главная задача не научить узлы вязать, а на основе умения завязывать узла создавать вот такие вот прекрасные создания. Не только создать куклу, не только в неё внести какой-то образ, который сам ребёнок видит. А ценность нашего курса, который разработан первый, состоит в том, что абсолютно каждое занятие при изготовлении куклы будет носить воспитательный характер. Это не просто будет отдельная кукла, а создаётся целый дом, теремок такой, в котором будет дружно целая семья. И как образе людей, и животных. А почему мы говорим всё-таки не домик, а теремок? Потому что всё-таки аналогия с нашей русской народной сказкой, где теремок пополнялся животными. Пришёл Мишка и своим размером разрушил этот домик. А наш домик, в конце нашей сказки, появится как раз-таки хозяюшка, которая научит всех правильно вести хозяйство, которая научит порядку, которая научит дружить, которая обудит именно хозяйкой своего дома, как это раньше было в старину. Курс предназначен для детей и родителей. А, совместное творчество. Здесь, да, неотъемлемая часть. У нас курс будет называться «Ладный теремок», который будет наполняться нашими куклами. Куклами, с которыми можно будет играть, и с которыми, конечно же, вот посмотрите, обратите внимание, обязательно играть не как просто с птичкой, а обязательно каждую куклу включать в какую-то игровую ситуацию, ролевую. То есть какие-то истории будут, сюжеты придумываться? Вот знаете, хотелось бы не просто истории, к которым дети привыкли, а будут включаться истории, связанные с какими-то детскими проблемами. То есть, посмотрите, у нас каждый курс мы изготавливаем куклу, я проигрываю маленький сюжет, маленькую сказку со своими куклами и создаю проблемную ситуацию. Ну, например, какая проблемная ситуация? Поссорились дети, как их помирить? Либо ребенок не слушается, как постараться сделать так, чтобы ребенок все-таки взрослый слушался? Возможно, дети, которые очень чего-то постоянно боятся. Это можно страх... То есть в игровой форме будет проигрывание сложных ситуаций в жизни ребенка? Будут проиграны на основе наших героев вот такие ситуации. А потом обязательно предложено, чтобы ребята придумывали вместе с родителями свои истории. И в конце курса очень хотелось бы, чтобы история уже была большой сказкой, где будет задействована уже все наши герои. То есть у нас курс рассчитан на 10 уроков. Первый вводный. Один мы исключаем, это строительство нашего домика. Можно сразу вопрос? Вот насколько сложно создать такой домик? И какие-то варианты, может быть, есть попроще, потому что, может, не все смогут вот такое вот сделать основательное. В общем, из чего он здесь создается? Ну, во-первых, прежде всего, поговорим про материалы. Это вот что здесь покупного, можно вообще сделать из того, что есть дома. То есть ничего не покупая, да? У нас есть коробки, да, у нас есть обувные коробки, у нас есть бумажные салфетки. Вот на основе лоскута можно сделать такие коробки. Это техника лоскутная? Нет, вы покажете, как это сделать все дети, да? Да, на занятиях. Кусочки ткани, нарезанные квадратиками. То есть если в одном варианте салфетка, в другом варианте кусочки ткани. То есть это просто наклеена салфетка, когда купаж, да? Да. Вот домик. Не обязательно домик иметь должен этажей, крышу и окна. Домик может быть такой. Самое главное, чтобы кукла не затерялась в массе наших купленных игрушек. Потому что ребенок сам не может ее закидывать, потому что то, что он сам создаст, то, что через его руки пройдет, ребенок эмоционально ведет в него свое терпение, свое умение и, конечно же, свою любовь. Он, конечно, полюбит свое создание. И эта кукла не должна теряться в доме, в каких-то вот... В остальных игрушках, да. Поэтому домик должен быть. Ну и домик похожий. А покажите нам, какие игрушки вы будете создавать на курсе и какие в этом домике сейчас у вас живут. Кроме зайчиков. Ну, практически все, да. У нас вот самые первые куколки будут это птички, потому что они созданы вообще на основе одного узла. Есть жесткие ткани, есть мягкие ткани. Если сделаем птичку с махкой ткани, она не будет стоять. А жесткую ткань очень тяжело свернуть таким образом, чтобы она получила образ. Поэтому здесь, конечно, нужна будет помощь родителей. То есть ребенку мы предложим сделать с одного варианта, а взрослый сделать с большого варианта. А вот еще птички какие-то, да? Это птички или с носиком таким интересным? Это уже более сложные варианты. Это уже у нас где-то шестое занятие будут. Это тоже птички. Ну, как их назвать? На кого они похожи? По клевам они похожи? Вроде бы на ворон. Сороку. Это не сороку, да. Изначально-то они назывались живоронками. А, это живоронки, да? То есть настолько трансформацию прошла эта кукла. Даже вот на этих моментах можно опять-таки познать историю нашей старины. Зайчики какие у нас бывают? Зайчики у нас бывают трусливые. Зайчики, которые всего боятся. Но у нас придет мудрый дедушка Антип, который скажет, что не надо бояться, потому что все решаемо. Такие моменты, да. Ольга Анатольевна, вот вы сказали, что у нас в доме будет главный персонаж, хозяюшка. А какая из этих кукол? Кто он там главный будет? Скажите, покажите нам. Какой же дом может быть без хозяюшки? Посмотрите. У нас птички, у нас зайчики. Ну, должен появиться человечек в образе вот такой вот маленькой хозяюшки. Это куколка Северная Берегиня. Это тоже не название такое, да? Традиционное. Ну, прежде всего, конечно, если мы говорим Северная, понятно, что она Северного региона. И посмотрите, опять-таки, в чем ее особенность? Вот она сделана из отдельных лоскутков ткани. У меня в данном случае из 7 лоскутков. А вообще раньше такую куколку делали из количества членов семьи. Поэтому куколка, понятно, прежде всего оберегала кого? Семью. 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 То есть здесь может быть 5 лоскутков, 6-7, ну не меньше же 5. Ну, кажется, она такая сложная. Насколько вот это? Ой, не, абсолютно. Вот нет ни одной куклы. Чуть-чуть побольше просто по времени изготовления куколка, потому что вот это сорока, потому что все-таки, посмотрите, здесь и платьишко, здесь несколько головных уборов и передничек. А здесь 3 операции. И вы подробно покажете, все операции будете на видео показывать. Всё, конечно же, мы показываем. А ткани какие выбирать? Вот всё это тоже расскажете. По тканям мы отдельно будем на первом занятии говорить. И по цветовой гамме, и по характеру, и где ткани брать, и какие ткани. Сейчас мы с вами собираем. То есть они достаточно доступны, и ткани будут, и материалы все. Да, и вот когда у нас домик наполнится героями, и когда появится хозяйка, ну какой же домик без ангела-хранителя? Вот эти вот ангелочки у вас такие. Ангелы, мы знаем, что их разные исполнения. Есть ангелы рождественские, мы очень красиво их видим, изготовленные из тюли, из белых тканей. А у нас вот такой ангел всё-таки, который чтобы охранял наш дом. Посиделый ангел дома. Очень хотелось бы, чтобы дети как можно больше узнали про ангелов, про их особенность. Посмотрите, опять-таки, на каждом занятии будет какая-то познавательная информация обязательно и по куклам, и по стырине, и по традициям. Мы почему так делали? И, наверное, про животных расскажете, про те же волосорог. И про животных, и про их характеры, да. А вот то, что касается ангела, мы коснёмся вопросов. Ангел-хранитель, именин. Потому что именина связана с ангелами. Ясно, хорошо. А вот у меня ещё всё время возникает вопрос по традиционной кукле. Почему же у них нет лица? Ну вот, как я вначале в самом сказала, что нет ограничений разговоров о кукле. Поэтому вы сейчас можете задавать вопросы. Много вопросов, да. Поэтому давайте мы об этом с вами поговорим при встрече на вебинаре. И ещё какие-то вопросы появятся. Пишите нам, друзья, и Ольга Анатольевна нам расскажет об этом. Спасибо. Ну, Ольга Анатольевна, спасибо. Очень была интересная встреча. И так много не удалось узнать. И, наверное, нашим участникам тоже. Что вы бы пожелали нашим зрителям, нашим участникам нашей онлайн-школы, нашим мастерицам? Приглашаю всех на наш курс. Первый курс, повторю, посвящён игровой зелковой кукле, потому что она даёт основу изучения традиционной русской кукле. Что вам даст этот курс? Прежде всего, эмоциональный подъём. Вы в процессе изготовления настолько насытитесь положительными эмоциями, что вам захочется, я уверена, делать новые, новые, новые. Так как наш курс «Дети и родители», я очень надеюсь, что дети больше поймут родителей, а родители узнают побольше своих детей. Здесь будет взаимовыручка. И родители будут детям помогать. И я очень уверена, что некую информацию наверняка родители узнают у детей, потому что наши дети знают иногда побольше, чем родители. А вот для какого же возраста тогда? Расскажите нам, этот курс предназначен, детского возраста. Ну, у нас мы предлагаем с 5 до 11 лет. Вот в 4 года всё-таки сложновато ещё ребёнку работать с тканями, хотя ребёнок может присутствовать. Мама, если или бабушка, будет всё это изготавливать, а ребёнок может участвовать. Игру придумывать может ребёнок. изготавливать. Но обязательно включать в игру, в историю, потому что иногда у детей настолько фантазия, тоже неограниченная, начинает историю какую-то, она тоже идёт до бесконечности. То есть вы иногда раскроете своих детей, узнаете всё-таки, на что они способны. Поэтому 5 лет хорошо, можно в 4 года, чтобы ребёночек был, а дальше 11, потому что всё-таки дети в этом возрасте ещё хорошо играют. Но я опять-таки оговариваюсь, 12, 13, 14 лет – это большая база для того, чтобы потом в будущем заниматься куклами. Может быть, кто-то заинтересуется именно как рукоделием, как изготовлением подарков. Наверное, и взрослым будет интересно, как сувенирные какие-то, да? Нет, ну мы же, я думаю, очень хорошо поняли, что абсолютно каждый, вот абсолютно каждая кукла может быть подарком. Случаев у нас жизненных, тоже не будем об этом говорить. Поэтому... Но вот я смотрю, сейчас очень много на ярмарках продаётся вот эти сувенирные традиционные куклы. Интерес к этому есть. И приобретают, и дарят, и дома держатся, как какую-то память. В любых сувенирных, конечно, отделах сейчас кукла своя присутствует. Но опять-таки, одно дело купить куклу. Ну, кой сделать с пожеланием, как сибирь кому-то. Потому что кукла, я очень уверена, станет... Да, и мы хотим продолжить. Это будет первый шаг, этот кукол, игровой тряпичной куклой. Конечно, она простая, из самых простых материалов, но планируем и дальнейшее продолжение, да, Усть? Конечно, продолжение, продолжение в развитии. Обязательно в темах не спонтанно выбранные какие-то куклы, обязательно они собраны в какой-то определенной теме. Методически последовательно будет, да, по сложности будет. Однозначно, вытекающие одного из другого. И вот на такой момент, мы про Муза сказали, я хочу обратить внимание на то, что мы приглашаем не только девочек, но и мальчиков. Вот как даже мальчиков. По своему опыту, вот на уроках русского народного творчества, мальчишка в 12 лет держит куклу, он просто в восторге, он бежит домой, либо для сестрен куклу делал, либо для мамы делал, сразу нацепляют на ранцы, на какие-то суммы. То есть это заблуждение, что мальчики не играют куклы? Это заблуждение, не знаю, сегодняшнего дня, потому что в процессе изготовления ребенок познает себя. То есть они потом могут и подарить эту куклу, им интересно это все равно, и мальчикам тоже. Спасибо, Ольга Анатольевна. До новых встреч с вами, друзья. До свидания. Ждем на нашей встрече, на наш вебинар и на наш курс.